Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В прошлом году мы уже с вами говорили о том, как армянские жители Хан Кен Ди массово выставляли на продажу свои дома и квартиры. Армянские сайты торговли недвижимостью были заполнены такими объявлениями. Цены были невысокие, чтобы продать жилье как можно скорее, а дома и квартиры продавались вместе со всем содержимым. Однако, вроде бы российские миротворцы стали налаживать жизнь армянскому населению, война поутихла и стал приходить в мир, но тенденция вовсе не изменилась. Давайте откроем самый популярный армянский сайт недвижимости list.am. После того, как мы зашли на сайт, откроем с вами вкладку недвижимости. А дальше нажимаем регион. И да, мы здесь увидим так называемый виртуальный арсах. И обратите внимание, здесь написано не шуши, как обычно говорят армяне, а именно шуша, так как говорят азербайджанцы. Ошибка ли это или смирение с реальностью мы не знаем. Вводим виртуальную столицу Арцаха. И мы увидим, что в таком маленьком городе массово, чуть ли не каждую минуту, продается квартира и жилье. В целом, жилье довольно хорошего состояния. Во многих квартирах присутствует евроремонт, новая мебель, современная бытовая техника. Кстати, что странно, туалеты стоят на месте, что можно расценивать как благородный жест милосердия. И понятное дело, что многие квартиры еще толком не обжитые. И продавать их можно только по причине нежелания больше жить в Ханкенди. Но, видимо, сжигать или взрывать их армянам жалко, так как слишком много хорошего полученного булу. Поэтому зачем сжигать, лучше продать. Тем более, российские миротворцы еще лет 5 как минимум будут рядом, в отличие от районов Азербайджана, где у армян времени на продажу жилья просто не было. Хотя, если мы посмотрим население Ханкенди до войны, то оно было в районе 55 тысяч человек. Это просто малюсенький городок с маленьким населением, но в котором люди не видят перспектив и будущего. Поэтому массово продают жилье. И кто его сейчас будет покупать в данный момент из армян? По закону, азербайджанцы имеют полное право покупать жилье в любой точке Азербайджана, в том числе и в Ханкенди. Но такой возможности у них нет. А если бы она была, то азербайджанцы не стали бы выгонять армян из своих домов, как это делали армяне, а купили бы его по закону. Правда, покупать они его будут не за армянские драмы, а за азербайджанские монаты.